День добрый, уважаемые слушатели университета. Мы вновь оказались среди вас, среди самого активного слоя населения нашей страны. И с некоторым сообщением, ну сначала я представлюсь, то есть Челышев Игорь Владиславович, председатель общественной организации областной ЖКХ «Контроль». И Алексей Юрьевич Дурдин, он председатель общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Здесь имеется в виду потребительные услуги ЖКХ. Наше сообщение будет именно по системе ЖКХ, то есть по тем вопросам, которые, в общем-то, всегда останутся актуальными. Предложение такое. Для начала мы сделаем сообщение, а потом, если вы позволите, мы ответим на ваши вопросы. Согласен? Да, если я согласен. Отлично. Ну, долго мы рассказывать не будем о всех нюансах и перипетиях этой системы. Она далеко не совершенна, вы все это знаете. Но закон о ЖКХ и ЖКХ постоянно совершенствуется. Но, в частности, с этого года произошли изменения в управлении многоквартирных домов, а именно касающихся аварийно-диспетчерской службы. Кто-то знает об этом что-нибудь? Не многие, да? Хорошо. Вот сейчас я вам и расскажу. Во всем управляющих компаниях и ТСЖ с 1 марта текущего года должны заработать аварийно-диспетчерские службы. Согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 331, коммунальщики теперь обязаны оперативно принимать и выполнять заявки жильцов. Ну, мы все знаем, что достаточно трудно дозвониться в управляющую компанию или в аварийку, если вдруг произошла какая-то авария или какой-то форс-пажор. Теперь условия жесткие, и после вступления в силу нового регламента диспетчеры обязаны регистрировать заявки жильцов многоквартирных домов круглосуточно, контролировать сроки и качество выполнения работ. Сами работы должны выполняться в интервале с 8 до 23.00. Согласно закону о тишине, по новым правилам, время дозвона в оперативную службу не должно превышать 5 минут. То есть, не вот как раньше вы целый день звоните, 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 звоните в диспетчерскую службу и никак не можете получить ответа. Сейчас время дозвона 5 минут. Во время вызова должны быть доступны функции обратный вызов или автоответчик. Если ответ собственник не получил или не дождался, диспетчер обязан ему перезвонить в течение 10 минут, либо предоставить возможность оставить голосовое или электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой тоже в течение 10 минут после поступления. Телефонные разговоры по заявкам в аварийно-диспетчерские службы должны записываться. Я слышал вопрос о номере телефона. Нет. Смотрите как. У каждой управляющей компании она должна заключить соглашение с аварийно-диспетчерской службой. И на вашей квитанции должен быть телефон. Телефоны могут быть разными, потому что управляющие компании могут пользоваться разными аварийно-диспетчерскими службами, в том числе организованными ими сами. То есть, своя аварийка есть у некоторых компаний. Поэтому смотрите внимательно на квитанцию. На квитанции должен быть номер. Рекламентируется время локализации аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем. 30 минут с момента регистрации заявки. То есть, потекло у вас что-то. 30 минут с момента регистрации заявки. Время ликвидации засоров в системе водоснабжения и мусоропровода в течение двух часов с момента обращения. На устранение аварийных повреждений инженерных систем отводится не более трех суток. Важное нововведение. Заявки на устранение мелких неисправностей и повреждений должны выполняться в круглосуточном режиме. То есть, если в квартире что-то не так. В круглосуточном мы обязаны к вам выезжать. Нет никаких отговоров в настоящий момент. Вместе со сроком и перечнем работ услуг согласованных заявителей. О планируемых сроках исполнения заявки собственник должен быть извещен в течение полчаса с момента регистрации звонка. То есть, вы позвонили и максимум через полчаса вам должны сказать, когда придут и устранят протечку или любую другую неприятность. Это аварийная диспетчерская служба в случае аварии на общее домовом имуществе. Я отвечу на вопросы чуть позже. Договорились? Далее. Нарушение требований, вот внимательно послушайте, аварийная диспетчерского обслуживания и нормативов выполнения заявок будет считаться грубым нарушением лицензионных требований. В случае отсутствия оперативной службы, управляющая компания будет привлекаться к административной ответственности. Санкции для должностного жильца 50 тысяч рублей с дисквалификацией до трех лет. Юрлицо понесет убытки до 350 тысяч рублей. Мы знаем, что практически все управляющие компании в настоящий момент заключили подобные договора. И если вы увидите какое-то несоответствие перечисленных номер требований, вот сейчас в настоящий момент, то вы можете написать жалобу в ГЖИ, в Государственной жилищной инспекции обязательно в письменном виде. Забудьте про телефонные звонки в подобные службы, как ГЖИ. Им нужно писать. Только тогда они будут отвечать правильно. Если у вас случилась авария, все же нужно звонить. Если у вас какие-то вопросы к управляющей компании или к любым надзорным органам, лучше об этом писать. И отправлять по почте, либо по электронной почте. То есть везде сейчас в государственных структурах есть система электронной почты. То есть электронных обращений и заявлений, которые являются аналогичными бумажным носителям. Помимо вот таких вот новшеств, есть еще одна такая вот проблема, с которой очень длительное время справляются коммунальщики. И вообще жилищно-коммунальные службы в нашей стране. Это проблема капитальных ремонтов. Далеко не все понимают, особенно вот старшее поколение, что являются прямыми собственниками тех домов, в которых они живут. То есть эти дома не принадлежат управляющим компаниям, как часто мы можем слышать. Ну и вот нами владеет такая-то управляшка. Но нет такого. Владеете жильем вы именно. И только вы можете планировать и проводить капитальные ремонты на вашем доме. Если вы этого не хотите, за вас это будет кто-то делать. То есть кто-то это государство. И не всегда это государство делает все правильно. Увы. Поэтому сейчас я передам слово Алексею Юрьевичу Турдину. И он расскажет вам о нюансах капитального ремонта и возможностях, которые вы имеете, вы как собственники жилых помещений, имеете, проводить капитальный ремонт или любые ремонты на вашем имуществе. То есть в ваших домах много квартир. Добрый день всем. Ну, много времени я у вас не отниму. Я думаю, все-таки, скорее всего, будут более интересны ваши вопросы. И они, наверное, есть. Вкратце я вам расскажу, что вообще на домах существует сейчас два вида ремонтов, которые должны производиться. Это текущие ремонты и капитальные ремонты. Текущие ремонты обязаны производить управляющая компания. Два раза в год по законодательству она обязана ваш дом осмотреть. Как правило, они привязывают эти осмотры к началу отопительного сезона и к завершению отопительного сезона. Специалисты управляющей компании обязаны пройти по всему дому, посмотреть общее домовое имущество и составить план производства работы. Где-то лампочка разбита, где-то окно разбито, где-то в подъезде дверь, там петля сломалась, где-то появилась штукатурка, осыпалась в подъезде. Все, что касается общего домового имущества, они должны запланировать. И в квитанции у вас графа технического обслуживания, как раз из этих денег, они финансируют данные виды работы. Капитальный ремонт отличается полностью от текущего. Это работы, которые запланированы раз в 5, 10, 15 лет на каждом доме. Это только определенные виды работ. Это крыша, фасад, фундамент. Если лифты есть, у кого лифтовое оборудование. Полностью горячая, холодная вода, газ, отопление, так называемые инженерные коммуникации. И подвал. Это делается по государственной программе. Она разработана. Ее можно посмотреть и на сайте регионального оператора капремонта, и в системе ГИС-ЖКХ. Кто компьютерами не владеет, в принципе, я думаю, что можно в печатном виде добыть эту информацию. В каком-то виде в любой библиотеке, я думаю, программа капремонта должна быть в документации. Она рассчитана на 30 лет. У каждого из вас, в вашем доме, кто живет на квартире, эти ремонты распределены по годам. И именно в эти годы фонд капитального ремонта обязан у вас провести какой-то вид этих работ. И отличаться они будут от текущего ремонта тем, что если это ремонт кровли, то это полностью ремонт кровли. Не то, что кусочек где-то течет заделать, а полностью обследуются крыши, меняется у кого стропильная система, заменяется сгнившая там требующая ремонта, новое покрытие кладется. У кого из рубероида, так называемой, мягкой кровли, там современными материалами делается полностью новая кровля, стяжка, которая чинится, фасады также ремонтируются. В ремонт фасадов входят окна в подъездах. По желанию жителей и при наличии денег на доме заменяются окна в подъездах. Какие здесь существуют на данный момент проблемы? Ну, социально низкий тариф на капремонты 6,40 рублей у нас, на самом деле он полноценно провести ремонт и не позволяет. Поэтому в фонде есть и определенная задержка по срокам производства ремонта, и не все работы они зачастую делают. Какие из этого есть, ну, надо в кавычках взять это слово, выходы. Государство позволяет законодательно осуществить переход домом на специальный счет, где ваш дом будет накапливать эти деньги отдельно от фонда. Каждый на своем счете и общим собранием жителей вы сможете принимать необходимые решения. Перенос сроков капитального ремонта на более поздние и более ранние сроки. Замена видов работ. Если вы понимаете, что у вас кровля хорошая, а фасад требует ремонта, вы можете поменять в программе производства работ вместо, например, кровли, принять решение общим собранием, что вам необходимо ремонтировать фасад. Большой минус в этом только один. На данный момент программа капремонта у нас с 2014 года формируется. На каждом конкретном доме в среднем накоплена сейчас половина где-то суммы, необходимой для производства одного вида работы. Поэтому основным минусом все-таки является это поиск софинансирования, где взять денежки на то, чтобы доплатить за производство работы. Здесь существуют также организации, которые занимаются выполнением работы по специальным счетам. Также, если у вас товарищи собственников жилья или кооператив жилищный, можно получить в банке кредит на эти работы. Ну или есть возможность оставаться, как говорится, в общем котле, это фонде капремонта, но тогда с ремонтами вам необходимо будет ждать тот график, который разработан государством. Вот вкратце о том, что я как бы по общим вопросам вам рассказал, поэтому думаю, что по капитальному ремонту, по текущему, у вас, я думаю, будут вопросы, и с ними нужно поработать. Прошу задавать. Так, наверное, у вас не записчики, вы прямо вставайте, наверное, слышно будет. Или есть микрофон в зале, может быть, правильно? Нет. Вопрос можно? Да, конечно, конечно, слушаю. Значит, тапличка на лифте написана, что очередной свидетельствой в октябре 2018 года. Прошел год. Какие нужны проверки, и кому обратиться, чтобы все временно проверить лифт? Современная проверка лифта входит в текущий ремонт, о чем я говорил. Управляющей компанией должен быть график по вашему запросу, они обязаны вам предоставить информацию. Так же, как мой коллега, обращу внимание, что звонить бесполезно. Лучше всего написать им письменный запрос, они не имеют права на него не ответить. Десять дней срок ответа от любой структуры. Да, слушай, слушай. Вы говорите написать письменное. Если у вас такая прелижно-сервисная служба, континентальный переулок, по-моему, это управляющая компания. Управляющая компания, да. Я слилась по Шахтинскому проекту, и мы в прошлом марте там еще полностью рушится труба. То есть вот, что вы понимаете? Да, да. На это так определенность и то сделает, и то со слезами. И мы с симптомом вынуждены были пустить в новую лишнюю шикарную компанию. Вот с кем говорю? Это новая лифта. А, скажи, как вас зовут? Нина Васильевна. Можно я отвечу, что Нина Васильевна? Вы замечательно вот походили по мукам, да? Хочу. Вот. Испытали удовольствие от этого, наверное. Да? Ну так вот, смотрите. То есть первый совет, первый совет наш. Если у вас не получается найти диалог с управляющей компанией, которую вы же нанимаете за свои деньги, убирайте ее, меняйте ее, организовывайте ТСЖ. В жилищном кодексе вы можете менять управляющую компанию, есть такое положение. Хоть раз там в три месяца. Они на два месяца. Понимаете? То есть если диалога никакого с управляющей компанией нет. Ну вот смотрите, вы идете в парикмахерскую, правильно? Ну, идете в парикмахерскую, вы нанимаете этого человека, чтобы он вас постригал. Если он вас неправильно стрижет, вы же не пойдете к нему больше, не будете платить ему деньги. Здесь то же самое. На самом деле это так. Многие управляющие компании, почему, собственно говоря, мы здесь среди вас сейчас, недобросовестно выполняют свои... А потому что их не лишили лицензии. Лицензии лишают только по заявке кожеве, госжилинспекции. Я с вами согласен. Она московская, они шкурят за нас деньги и отсылают в Москву. Прекрасно. Вы избавились от этой компании. Ура. Я думаю, что ваше замечание, ваше замечание, если вы передадите про эту компанию другим студентам, скажем так, слушателям, они будут учтены, и ни один человек, который здесь находится, не будет выбирать эту компанию в качестве управляющей в своем доме. Я думаю, да. Если того, скажите, по-разному, ремонт вам злодок, текущий лет домашний день. Капитальный. Вопрос можно еще? Можно мы... Наша компания имеет обыкновение каждые три года менять название. С чем вот вы, как специалисты, это связываете? Ну, они как бы бегут от налогообложения. И больше ничего. Это, в принципе, они как занимались этой деятельностью, как были директора. Закон не запрещает. Единственное, как мы с новой компанией, вы заново заключаете договор, правильно? Если компания новая. И внимательно его читаете, этот договор. И опять же, когда в договоре и сотрудники управляющей компании указывают на то, что минимальные тарифы какие-то приняты городом, и ниже их нельзя, этих минимальных тарифов, не верьте. В городе принимают тарифы только для муниципального жилья, так называемого. То есть, не для муниципального жилья, а для муниципальной управляющей компании. Она есть такая в городе, у нее домов немного, и вот тарифы принимаются для нее. А вы же нанимаете компанию частную, то есть, любого коммерсанта, в принципе, можете иметь. И регулировать тарифы и взаимоотношения с ним нужно на момент заключения договора именно. То есть, что они будут делать, как они будут осматривать дом, как они будут вести текущий ремонт, как они будут с вами общаться. Все это можно сделать на момент заключения договора. Подписание его на общем собрании. Потому что договор все-таки, ну, закон дает такую возможность, не 100% количеству собственников, а лишь частично заключать договор. Поэтому вот на этом они играют и проводят собрание, скажем так, в очно-заочной форме. Собирают 10-15 активистов, а потом ходят и просто предлагают как бы подписать. Лиза голосования. Очень внимательно читайте те условия, которые предлагаются вам, управляющей компанией. По большому счету, она должна эти условия предлагать каждый год. Вам. Будьте поактивнее. Давайте я вот сейчас отвечу на два вопроса письменных. Как за счет капитального ремонта заменить в доме лифт? У нас есть спецсчет. Как заменить дату? Кто-то есть в зале? Да. Да. У вас дом большой, большой размер? 390 квартир. Я старшая по дому, да. 390 квартир, он пятиэтажка. 9 этаж. Но, смотрите, вам очень просто. У вас, если есть спецсчет. Да, мы открыли. Да. Вы давно открыли? Уже два года. Значит, вам фонд капремонта, вам денежки вернул ваши, накопленные раньше. Вам нужно первое, все решения в доме, вообще все сейчас, принимаются общим собранием жильцов. Вам необходимо общее собрание собрать. И в нем, в этом общем собрании, в протоколе решить все необходимые вопросы. Первое. Вы решаете, на какую дату вы переносите программу капремонта по своему дому. Посмотрите, где у вас там запланировка. Ну, где вот программа капремонта 30-летней. Вы посмотрите, в каком году у вас лифты, перенесите их на необходимый вам год, например, на следующий. В этом протоколе также укажите дату вот этого переноса. Значит, укажите, если уже есть у вас компанию, кто будет этим заниматься, смету можно утвердить. Все это можно сделать одним протоколом. Так, а почему мне управляющая компания говорит, что мы не имеем права сами идти? Вы на нас напишите доверенность, мы сами будем вам придет. У вас спецсчет принадлежит управляющей компании, правильно? Нет, вообще никому у нас не принадлежит. Нет, спецсчет капремонта, он однозначно принадлежит или управляющей компании, или фонду капремонта, или товарищу собственников недвижимости. Неважно, кому принадлежит, но распоряжаются эти собственники решением протокола. Проверящая компания просто хочет заработать. Просто мы не можем деньги сами тоже взять, и они не могут взять, и не пошли. Но у вас не ТСЖ, а у вас управляющая компания. У вас управляющая компания, да. Да, организовывать общие собрания. Ну, вы можете выступить как человек, выступить инициатором общего собрания. То есть, ну вот, инициатор общего собрания. И на этом общем собрании, которое обязано вам провести управляющая компания в соответствии с жилищным кодексом, она обязана. Вы решите все вопросы. Что касается финансирования, ни управляющей компании, ни вы, к сожалению, сейчас кредит в банке или какое-то финансирование получить не можете. Значит, выход, первый выход, самый сложный, это собирать дополнительные средства. Если у вас на счете их не хватает. Ремонт одного лифта, пассажирского, наверное, сейчас порядка двух-двух с половиной миллионов рублей стоят. Вместе с кабинами. В среднем. Сами компании, производители лифтов. Вы, конечно, можете к ним обратиться, если есть какая-то сила. Можно напрямую заключить договор с лифтовыми компаниями. Вам нужно будет оплатить только установку лифта. Они вам дают в рассрочку. Есть такое, но это надо заниматься. И третий вариант, он самый несложный, но он самый такой, пока не обкатный. Есть организации и в Ивановской области, и в Ярославской ближайших, которые занимаются как раз ремонтами по этим спецсчетам. У них с банками уже есть определенные договорности, и они дают кредиты. Но это надо встречаться с представителями, обсуждать вопрос, смотреть накопление. Опять же, счет кому принадлежит. Если спецсчет у вас принадлежит управляющей компании, то она в любом случае, она будет заниматься этим вопросом, как правообладатель транспоряжения этими средствами. Вы им просто поручите этим заниматься на общем собрании. И они должны будут выполнить ваши пожелания. Здесь ничего такого нет. Они свои деньги не тратят. Которых, в принципе, у них нет. Так как прибыли управляющих компаний практически нет. Они никакой прибыли не показывают. Так что... А вот, скажите, еще наша управляющая компания просто обязывает. Давайте изменим тарифы. У вас очень низкие тарифы. Таких тарифов в городе нет. Я говорю, если люди не хотят... Пусть обосновывают сумму тарифа. Пусть распишут вам, что входит в этот тариф. Нет, но то, что входит, мы знаем, но они... Нет, нет. Пусть они вам распишут с ценой. И пусть обосновывают цену на каждую услугу. Вот и все. Ну, то есть, по-другому не надо. Не делайте. Вы можете нанять другую. Сразу скажите. Мы будем выбирать среди управляющих компаний. Которые будут более лояльны к нам. А составлять, что и указывать пальцем. А у тех вот выше, а у тех ниже. Нет, дома все разные. И жилищный кодекс предусматривает, что на каждом доме может быть. То есть, вот на одном доме и рядом стоящий. Разные тарифы. Потому что разные проблемы на домах. Давайте я отвечу по мусору на вопрос. Не взражайте. Я полгода, шесть месяцев живу в деревне. Счет на оплату за мусор. Мне приходят в ванны за 12 месяцев. В деревне за 12 месяцев. То есть, я плачу дважды. Но этот вопрос, он уже, ну, как бы с бородой такой вопрос. Здесь все элементарно. То есть, если вы не живете в своей квартире в течение полугода, вы обращаетесь в управляющую компанию, либо к старшему по дому, кто у вас есть, председатель совета дома. И вы составляете вместе заявление, которое подписываете о том, что в течение определенного срока у вас нет. И тогда это заявление отправляете в адрес рекоператора. Он рассматривает и исключает вас из оплаты на данный период, когда вас нет. Самое главное – это касать этот факт. Понимаете? То есть, чтобы была какая-то бумага, которую вы отправите именно в адрес рекоператора. Если вы докажете, что вас нет, вы в отпуске, в тюрьме или на даче, это без разницы где. Но на самом деле, то с вас не могут просто-напросто взыскивать или просто требовать эти деньги. Потому что это услуга, так называемая. Если она не оказана по закону права потребителей, вы можете не оплачивать. Здесь все просто. Давайте будем мы немножко поучить. Вот у меня еще есть вопрос. За счет каких средств должен проводиться монтаж автоматической системы кокосового учета электроэнергии на квартирном доме? Вообще, это капитальный ремонт. Есть, да, человек, кто написал? Чтобы вопрос позадавать. Кто по счету? Вы, да? Смотрите, я объясню. Давайте я объясню. Надо посмотреть вообще. Капремонт – это приведение вот той инженерной конструкции, которая у вас уже была в доме, к нормативным показателям. Фактически первоначальным. Вот у вас, если не стоял этот прибор, то фонд капитального ремонта или вы со спецсчета? Вы фонд капитального ремонта в любом случае делать это не будет, потому что у них обязанность привести в нормативное состояние существующей системы электроэнергии. Если у вас спецсчет, то вы совершенно спокойно при формировании документов сметы и проектного документа на производство капремонта, вы включаете любое необходимое оборудование, которое нужно. На данный момент, я думаю, что вам управляющая компания это устанавливает. Да, ну, обрадовать вас не могу. Они имеют право собирать с вас деньги. Опять же, не то, что они решили, а все равно это решение должно было быть жителем. Что мы этот прибор устанавливаем, он позволит нам экономить, управлять электроэнергией. Электроэнергии в подъездах, я думаю, ставится для того, чтобы ночью не горело и автоматически передавать показания. Они с вас собирают это законно, это если вы решили только собственники делать. Если вы не решали делать, то сама установка этого прибора, она, ну, нельзя сказать, что незаконная, но без вашего решения управляющая компания не может расходовать средства. С этим нужно смотреть документы, разбираться. Понимаете, да? Это относится к любым видам учетных приборов. К электроэнергии, к тепловым. Это только общее решение жителей. Компания управляющая должна обосновать необходимость установки. Если бы у вас был спецсчет на доме, и вы сами управляли деньгами средств капремонта, то вы можете любые туда необходимые вам приборы включать. Фонд капремонта, он обязан восстановить только существующую систему. Если там этого прибора не было, они вам делать его не будут. Это лишние расходные средства. Ну, вот вопрос про ВДГО. Здесь кто автор? Газ или... Вообще, что значит ВДГО? С вашей точки зрения. Ну, давайте. Почему за ВДГО платим там 114 рублей и так далее? Кто автор? А, вы, да? Ну, вот смотрите. Тарифы за ВДГО регулируют службы по тарифам. Понимаете, это тоже тариф. Это имеет государственное регулирование своего рода. Потому что Межрегион ГАЗ, он сам тарифы не выдумывает. На самом деле. Поэтому вот есть такой тариф. Это утвержденный правительством Моанской области тариф. То есть здесь мы ничего не можем вам сказать. Это не частным образом кто-то придумал. У вас кто счетчики проверяет? Вот они приходят, проверяют, да? Ну, вы понимаете, вот не так давно, как раз виделись с руководителем газовой службы, все регулируется только государством. С кем у вас заключен договор? На ВДГО надо смотреть. Если это государственная компания, то тариф не должен так разительно измениться. Если это частный... Ну, у вас не должно быть 50 рублей за ВДГО. Не должно быть в прошлом году. 75 в прошлом году стоило. Увы, мы можем посмотреть квитанции или можете обратиться к нам, и мы детально разберемся. К нам это вот методически раздавали. Там есть телефоны, ЖКХ-контроль. Звоните, пожалуйста, либо приходите. Площадь революции 2-3-1. Ну, лучше звонить. Офис 425. И в каждом конкретном случае, при наличии квитанции, конечно, мы будем с удовольствием разбираться. Потому что сейчас пока это ничем не подкреплено. Однокомнатная квартира оформлена на двух хозяев по 0,5 части квартиры. Никто не проживает за волос мусора. Берут за двоих. Ну, вот прямо недавно отвечали на этот вопрос. Берут за двоих, все правильно, два собственника по закону на каждого собственника норматив. И неважно, живут они на одном квадратном метре или на десяти, берут с человека. Если в капремонте тариф привязан к квадратным метрам, что логично, потому что ремонт производится по объему, то мусор производят у нас, мы с вами сами, упаковку и все остальное. Поэтому на двоих начисляют это все правильно. Если никто не проживает, процедура все та же. Нужно доказательно направить заявление в рекоператору, что в данной квартире никто не проживает. Есть один нюанс. Если у этих двух хозяев это единственное жилье, то на письмо вам ответят отказ. Потому что по законодательству в любом случае человек для государства это производитель той нормы твердых коммунальных отходов. Если это единственное жилье, то даже если он незаконно где-то проживает, он эти отходы все равно производит. Там он не платит, здесь он за эти отходы платит. Здесь, ну, тут вот такая вот справедливость. Она, в принципе, законодательно, ну, правильная, потому что человек проживает даже не по тому месту, где у него недвижимость и где он не прописан. Там же он все равно производит отход. Но фактически там, в другом месте, ему этот счет не выставляется. Ну, вот такой вопрос. Кооперативный дом, собственные четверкомные квартиры не платят. Задолженность большая. Дом на самом управлении находится. Прошли суды, обязали и так далее, и так далее. Ну, здесь я не могу вам ничего сказать, честно. По закону у нас сейчас квартиры не отнимают за долги. Не отнимают. То есть, если это единственное жилье, не отнимают. Поэтому с этим собственником, я не знаю, как вы будете бороться. Это я вам откровенно говорю. Если он не проживает и не оплачивает, вы понимаете, в чем дело? Вы коллективный собственник, коллективный собственник своего дома. Пробуйте с ним договариваться. Это все равно, что как вот у меня, допустим, свой дом. Я буду вынужден договариваться. Там левая рука с правой рукой. Получается так. Значит, у него какие-то причины есть, потому что он не платит. Может быть, выяснить это. Может быть, вот его нет, он не проживает. Может, он в тюрьме в настоящий момент или еще где-то. Мы же не можем знать. Пока его нужно найти, и поскольку у вас дом на самоуправлении, то прослуживать и взыскивать с него по закону тоже можете. И обязаны вы. Соответственно, в каком-то досудебном порядке тоже можете с ним говорить. Но с другой стороны, он никогда не сможет продать эту квартиру, раз дело уже находится у судебных приставов. То есть есть обременение по уплате. Поэтому выгодно будет ему так или не выгодно, это решать уже просто индивидуально. Так, в нашем доме в подъезду установлены электрощечки на квартиры, срок которых в сплотах закончился, кто долг или замену, или собственники. Вот смотрите, в доме у вас есть общее домовое имущество. Оно характеризуется тем, что если система обслуживает две и более квартир, она является общедомовой. Например, крыша. Она обслуживает все квартиры. Или фасад. Или, например, холодная вода. Труба, которая поднимается через все квартиры, или опускается, у кого какая разводка, она обслуживает больше, чем две квартиры. Она является общедомовым имуществом. И поэтому она делается за счет вот этого или фонда капремонта, или тех работ, которые у вас в текущем ремонте запланированы управляющей компанией. Все остальное является вашим личным оборудованием. Счетчики являются, они обслуживают только вашу квартиру, даже если они находятся в подъезде, они работают только на вашу квартиру. Являются вашим личным имуществом. И вы по закону обязаны его заменить или поручить кому-то, чтобы его заменили. Ответил на вопрос, да, кто задавал, если там дополнительно остались. Даже капремонт, когда он делается в доме, они вам провода заменят при ремонте инженерной коммуникации только до вашего счетчика. Счетчики они не меняют. Счетчики они меняют по желанию жителей, и житель может новый счетчик. Ребятам, кто производит капремонт, отдать, я думаю, они там никогда не отказывают в замене. Общая кухня на 10 комнат, квартир. Кто должен делать ремонт? Зависит от собственности. Если все 10 этих комнат в муниципальной собственности вы являетесь нанимателями, то, соответственно, вам обязан делать муниципалитет. Нужно обращаться к нему с заявлением, они обязаны в регламентные сроки. У плит, не буду врать, по-моему, 25 лет срок эксплуатации. Соответственно, ремонт они вам должны делать по мере необходимости. Если у вас квартиры в собственности все, вот здесь у каждой комнаты свой хозяин, и они приватизированы, то кухня – это ваше общее имущество. Надо договариваться, скидываться и делать. Это является, ну, муниципалитет или кто-то, это уже никому не принадлежит. Это ваша общая домовая собственность. Так же, как крыша на доме. Все, как говорится, и мы тоже жили в СССР, раньше за это отвечало государство. К сожалению, сейчас ваша собственность, не только ваша квартира, вот дверь вы закрыли, там мое, но кусочек крыши, кусочек фасада, кусочек фундамента в процентном отношении от площади, он принадлежит вам. Это общее домовое имущество. Летом во время прессовки прорвало батарею, затопил соседей. На батарее нет перемычки, коронов, кто должен платить за ущерб соседям, хозяинам или управляющей компании. Вот только стояки или лежаки, в общем, являются общим домовым имуществом, за них отвечает управляющая компания. Батареи и трубы, которые отходят от стояков, они принадлежат уже собственнику, и он, опять же, по закону, обязан следить за их исправностью. Соответственно, если произошла вот такая авария, я так думаю, что в судебном порядке проще будет ремонтировать квартиру соседям за свой счет. Увы. Опять же. Опять вопрос по ОДН. Вот смотрите, пишется вопрос по ОДН, но на домах разное ОДН бывает, если имеется в виду тепло. Здесь вопрос по теплу, скорее всего. Прошу вас, вот на тех металличиках, которые были розданы, там есть телефон, и поэтому телефону можно позвонить, записаться и прийти с квитанциями, потому что без квитанции мы ничего вам толком не скажем. Нужно иметь какой-то первичный документ с тем, чтобы отправиться к поставщику вашего тепла. Потому что и поставщики тепла, ведь разные тоже есть, и у них разные тарифы. На каждую котельную разный тариф, он вполне может быть даже в пределах одного населенного пункта. Поставили счетчик на тепло, я, как понимаю, еще в 2020 году, беру по тарифу. То же самое нужно посмотреть документацию. Значит, у нас сейчас по закону два вида оплаты. Это или по тарифу мы оплачиваем тепло, или по счетчику. Жильцы общих собраний обязаны принять это решение. Скорее всего, у вас это решение никто не принимал. Автоматически управляющая компания написала в документах, что у вас по тарифу на начисление. Поэтому счетчик у вас стоит только ради того, что вот он есть. И вы принимаете решение общих собраний собственников о том, как вам платить по счетчику или по тарифу. И второе, вы можете принять решение о том, чтобы, например, зимой платить, летом не платить. Сейчас, если вы по тарифу платите, размазывается по всем 12 месяцам, в среднем квартире 50 метров, это порядка 2000 рублей. Если вы примете решение, то вы будете зимой оплачивать 4000, летом 0 рублей. Это принимается решением только собственников. Здесь нужно вам посмотреть документацию. На разных домах разные, конечно. Там надо смотреть, какая шайба стоит на входе, конус так называемый. От какой сетевой компании вы подключены, какой у нее тариф оптовый. От потерь на вашем доме. Потому что потери, которые есть, если вы по тарифу, им записывают вам. Потому что куда их девать? Это потери ваши. Если у вас зона ответственности счетчик, вот после счетчика ваша, до счетчика ресурсоснабжающей организации. Они очень неохотно на это идут, поэтому это определенный кусочек борьбы. Если есть активные люди и хотят этим заниматься, то это можно сделать. Задавайте, вставайте. В принципе, слышно хорошо, даже если с места. Нет, а вопрос-то в связи с этим какой-то? Не забыли. Это кто? Индивидуально ответ. Я понял. Вот смотри, сейчас у вас, наверное, будет гораздо интересное мероприятие, концерт. Нас уже просят соблюдать регламент. И просим вас обращаться по телефончику, который указан. Все же приходите. Приходите, мы ответим на все ваши вопросы. Вот Алексей Юрьевич, я вам входит все-таки последний. Давайте я на последний вопрос отвечу. Во-первых, запишите телефончик. Готовы записать? 95-58-08. Это моя организация, центр юридический, называется медиация и право. Вы можете туда позвонить, меня спросить. Я проконсультирую первично всегда. 95-58-08. Меня зовут Алексей Юрьевич. Значит, по вопросу подъездов. Это не только 102-го дома касается. Подъезды – это наша с вами общая боль. Это общее домовое имущество, которое по закону не входит в капремонт, к сожалению. Поэтому управляющая компания его может сделать, но только за наш счет. Мы с соседями вот буквально недавно скидывались, покупали краску, делали, деваться некуда. Что касается квартиры, где два разных собственника. Если собственник делает свой ремонт, он у себя, муниципальную территорию, обязан ремонтировать муниципалитет. Если делается общее имущество кухни-коридоров, то вы документы предоставляете муниципалитет, он обязан вам часть расходов возместить.